В Беларуси дорожают звонки с городских стационарных телефонов и почтовое отправление. 17 августа в Барановичах на стадионе «Локомотив» состоялся матч между футбольным клубом «Барановичи» и футбольным клубом «Смолевичи». 19 августа православные верующие отмечают «Яблочный спас». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В связи с тем, что в настоящее время тарифы услуги электросвязи и почтовой связи не обеспечивают полного возмещения затрат на их оказание, Белтелеком и Белпочта сообщают о повышении с 28 августа 2019 года регулируемых тарифов на услуги телефонной связи. В Беларуси дорожают звонки с городских стационарных телефонов и почтовые отправления. Тарифы на некоторые услуги повышают Белтелеком и Белпочта с 28 августа. Это отражено в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 августа 2019 года номер 66, которое опубликовано на национальном правовом портале. Нормативный акт предусматривает установление новых предельных тарифов на услуги электросвязи, телефонной связи и почтовой связи общего пользования. С 28 августа регулируемые тарифы на услуги телефонной связи в среднем увеличатся на 8,4%. При этом повышение тарифов не коснется других услуг, предоставляемых Белтелекомом, в том числе интернета и телевидения. Что касается почтовых отправлений, то пересылка почтовой карточки, письма или бандероли для физических лиц подорожает с 48 до 54 копеек. За каждое полное или неполное 20 граммов сверхмассы письма или бандероли теперь нужно будет доплатить 5 копеек вместо прежних 4 копеек. Для юридических лиц пересылка письма, почтовой карточки и бандероли до 20 граммов подорожает на 5 копеек. За каждые 20 граммов превышения массы письма или бандероли теперь придется доплатить 4 рубля 17 копеек вместо 3 рублей 33 копеек. С 19 августа по 10 сентября пройдет республиканская акция МЧС в центре внимания «Дети». Мероприятие будет направлено на привлечение внимания к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра. В рамках акции спасатели будут призывать помнить, что именно взрослые ответственны за безопасность детей. 17 августа состоялась игра между футбольным клубом «Барановичи» и футбольным клубом «Смолевичи». Наша команда вышла на игру в обновленном составе. Как повлияло это на ход матча узнаем в нашем следующем сюжете. 17 августа в Баранчах на стадионе «Локомотив» состоялся матч между футбольным клубом «Барановичи» и футбольным клубом «Смолевичи». Поддержать свои команды пришло порядка 150 зрителей. Немноголюдно, но и это лучше, чем ничего. Баранчская команда выступила обновленным составом против лидера чемпионата в первой лиге. Многие болельщики ожидали, что новички покажут настоящее чудо и смогут успешно сыграть в этом матче. Однако на ход матча это не повлияло. Но обо всем по порядку. На игру приехал поболеть за свою команду председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Загорцев. И Смолевичской команде в этой игре было чем порадовать. У гостей не было такого преимущества, какое было в игре первого круга, когда барановичские футболисты только считанные разы смогли перейти в центре поля. С первых минут хозяева попытались организовать атакующую игру, постоянная ща впереди Кирилла Шрейтера. На первых минутах последний в борьбе с Фратарем заставил того выбыть мяч наугловой, после подачи которого только несколько сантиметров не хватило Кириллу для завершения подачи корнера. В ответ гости провели удачную атаку по правому краю, и их нападающий Александр Краснов с полутора метров не смог поразить пустой угол ворот нашего голкипера. Правда, минут через пять снова последовала атака через этот же край, и нападающий гостей умело нанес удар низом 0-1. Казалось, ничего не произошло, наша команда продолжала не только удачно играть в отборе, но и пытаться искать свое счастье впереди. Но на 32-й минуте опять затрещал правый край, и прострел во вратарскую закончился автоголом. Мяч попал в ногу Максима Домашевича и оказался второй раз в сетке барановичских ворот 0-2. Давление гостей не ослабевало. При потере мяча на половине соперников они тут же бросались в отбор. Даже наш вратарь не мог свободно ввести мяч в игру, атакуемый нападающими лидера. И это повторялось постоянно. После перерыва гости получили право на штрафной в 30 метрах по центру ворот. Опытный полузащитник ФК Смолевича Евгений Барсуков умело обвел малочисленную стенку барановичских футболистов, и мяч влетел в верхний угол ворот Ильи Пацевича 0-3. После этого, когда результат игры уже ни у кого не вызвал сомнения, команды провели ряд замен. Преимущество гостей еще больше возросло, и они сумели провести еще две голевые атаки. Итог матча 0-5 в пользу футбольного клуба «Смолевичи». Следующую игру наша команда проведет на поле стадиона «Локомотив» 24 августа с гранитом из «Микошевич». С 18 по 24 августа проводится республиканская профилактическая акция «Маленький пассажир. Большая ответственность». Сотрудники госавтоинспекции будут усиленно следить за правилами перевозки детей. Также под пристальным вниманием будут находиться и школьные автобусы. Перед началом учебного года их проверят на наличие разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Яблочный Спас. День в народном календаре славян, приходящийся на 19 августа. Являясь одним из праздников урожая, это день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивается от лета к осени и зиме. Православные верующие сегодня отмечают один из 12 наиважнейших христианских праздников – преображения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. Незадолго до своих страданий Иисус взошел вместе с тремя ближайшими учениками – Иаковом, Иоанном и Петром – на Фаворскую гору помолиться. Там Он предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть свою Божью сущность, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его стали белыми, как свет, говорится в Евангелии. В тот момент всех присутствующих озарило светом облако, из которого они услышали слова «Се есть Сын Мой, возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушайте». Своим преображением Спаситель показал людям, какими станут они в будущей жизни в Царстве Небесном, и как преобразится тогда весь земной мир. С праздником преображения связан древний обычай – благословлять плоды нового урожая. В Беларуси это, как правило, яблоки, поэтому в народе праздник называют «Яблочный спас», а также «Спас на горе» и «Второй спас». Ранее считалось, что до «Яблочного спаса» фрукты употреблять в пищу было нежелательно, и лишь после освящения в церкви их приносили домой и ели. На Спас во многих местах освященные в церкви яблоки несли на кладбище, где каждому родичу клали на могилу по одному плоду. В этот день освящением яблок и меда задабривают приближающуюся осень. Среди всех плодовых деревьев яблони особо почитаемы у восточных славян. Она не только символизирует жизнь, вечность и бессмертие, считалось, что она может наделить этим и человека. Одарив его плодами. Спас объяснили и по созвучию с глаголом «спать». Считалось, что земля в этот день спит. Тревожить ее сон, а потому и работать нельзя. В этот день старину принято было одаривать обездоленных людей всем, чем можно, и собранного урожая. Народная мудрость гласит, на второй спас и нищий яблоко съест. Со спаса преображения погода преображается. Пришел второй спас, бери рукавицы про запас. На яблочный спас приходится встреча осени. Ночи с этого дня становятся холодней, начинается отлет аистов. Если аисты собирались на юг за неделю перед спасом, это означало, что раньше придет зима и будет морозной, а весна теплой. Если после спаса, осень окажется теплой, зима будет поздней, а весна холодной. С 20 по 28 сентября в Барановичах возле городского дома культуры на улице Ленина 4А пройдет православный фестиваль «Радость». Посетителей ждет общение с представителями церквей, монастырей Беларуси, России, Сербии, Черногории и Молдовы. На выставке-ярмарке можно будет купить церковную утварь, изделие, созданное руками монахи и монахов, православную литературу. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго, до свидания.